Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Как рассказывает сам о себе Евгений Полищук, он стоял еще у самых истоков зарождения программирования в России. Ему довелось программировать на самых первых ЭВМ, когда те были размером со спортзал в школе. А сейчас, в возрасте 76 лет, он стал финалистом конкурса «Цифровой прорыв». Большую часть своей жизни Евгений Полищук проработал биологом, в том числе он 25 лет проработал в Институте цитологии. При этом при возможности он совмещал биологию и программирование. Это только на первый взгляд может показаться, что эти две науки несовместимы. Однако любые исследования в биологии требуют статистических данных и математического моделирования. Раньше такие расчеты выполнялись вручную, а с появлением компьютеров их стало намного проще программировать. Полностью поменять свой вид деятельности Евгений решил во время перестройки. «Конечно, я жалею, что пришлось оставить биологию. Но зарплата была настолько мизерная, что ее просто не хватало на необходимые вещи. Некоторые мои коллеги остались в институте, а я, как видите, выбрал другой путь. Евгений тогда встал на биржу труда и, увидев там набор на курсы программирования, решительно отправился на них. С этого момента я окончательно из области биологии пришел в область программирования. Из-за своего возраста, а Евгению сейчас 76 лет, его никто не берет на работу, и поэтому он официально считается пенсионером, а на деле постоянно учится новому. Некоторые мои знакомые считают, что только ненормальные люди могут в моем возрасте увлекаться программированием. Но интересно то, что как только им приходит письмо по электронной почте, они вспоминают мои навыки в этом вопросе и просят помощи. Кроме этого, Евгению интересно найти способ обучения маленьких детей математики. Как он сам признался, ему хочется найти такой подход, чтобы это обучение не стало травматическим для психики маленьких детей, но чтобы при этом заложило правильные основы понимания математики. «Я предлагаю, чтобы детей младшего возраста обучали чтению и счету старшие ребята», – говорит Евгений, рассказывает, что работает в данный момент над методикой такого обучения. Помимо курсов, которые, конечно, нельзя сравнивать с образованием в университете, Евгений постоянно занимается самообразованием и таким образом освоил несколько языков программирования. И в конце концов, однажды Евгений решил принять участие во всероссийском конкурсе для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Там он стал одним из самых возрастных участников конкурса. А для самого Евгения это был вообще самый первый конкурс в его жизни. И при этом он дошел до финала. «Здесь надо было создать свою команду. Но я этого не делал, так как участвовал впервые и даже не знал толком, что за конкурс. Позже меня пригласила одна из команд», – рассказывает Евгений. «Их задача на конкурсе была связана с образованием, и ее выполнение заняло два дня и одну ночь. При этом одному из участников пришлось покинуть зал, и он общался с оставшейся командой по скайпу. Но в итоге все справились с заданием и прошли в финал, который состоится в конце сентября. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.